Тут на прошлой неделе появилась страшная новость о том, что в стране заканчиваются матричные принтеры. Проблема действительно пугающая, ведь отечественные принтеры электроника перестали производить еще в середине 90-х, а бружую нам свою продукцию продавать почему-то больше не хотят. Поэтому кто, как не мы, ретро-патриоты, должны спасти отечество от матричного фиаско? Ведь у каждого из нас наверняка скопилась целая коллекция относительно работоспособных принтеров. Хватит жмотиться, ребята! Час Икс пробил! Родине нужны наши запасы! Нужно объявить месячник боеготового принтера, а лучше даже посвятить этому весь 2023 год. Наши ретро-полки должны быть забиты не вот этими игрушечками всеми. Наши ретро-полки должны быть забиты ретро-полками обслуженных и работоспособных матричников, готовых по первому зову отечества заменить вышедшую из строя импортную продукцию. Всем привет! Вы на канале ING9 и сегодня я буду приводить в чувство вот этого старичка. Star NX1000. Этот принтер выпущен в 1990 году и он 9-пиновый, что значит, что у его печатающей головки всего 9 иголок. Иголки расположены вертикально, поэтому за один проход принтер напечатает сразу 9 строчек. Он может печатать текст и тогда в 9 строчек по вертикали как раз неплохо влазят целиком буквы и кириллицы и латиницы. А может печатать графику и в этом случае каждый проход напечатает нам 9 или 8 в зависимости от режима строк картинки. В текстовом режиме компьютер не прорисовывает букву сам, он просто посылает ее код принтеру и говорит «напечатай как умеешь». И принтер печатает, используя свои собственные шрифты. Еще этот принтер так называемый Epson совместимый. Это значит, что он поддерживает управляющие последовательности, разработанные Epson для своих принтеров. Они позволяют управлять процессом печати, например, менять вид или размер встроенного шрифта. Графика тоже печатается через них. Компьютер просто шлет длинную последовательность, в которой закодированы данные картинки. Текстовая печать быстро экономична, но ограничивается шрифтами, которые записаны в самом принтере. Там есть возможность определять свои символы, примерно как мы определяем новые UDG символы в спектрумском бейстике. Но это муторно и неудобно, поэтому все продвинутые текстовые редакторы используют графическую печать. Вы, может быть, помните аббревиатуру из 90-х, визивик. What you see is what you get. Она как раз про то, что на выходе с принтера мы получаем точно то же изображение, которое на экране видел пользователь, который этот документ подготовил. В принципе, принтер и так рабочий. Просто при попытке что-то напечатать, на бумаге нет никакого результата. Точнее, разглядеть можно, но результат такой бледный, что это не дело. Тут, видимо, высохла красящая лента. Вытаскиваем картридж и трогаем ее пальцем. И правда, никаких следов краски. В интернете есть способы, как на коленке восстановить красящие свойства. Ну, типа пропитать маслом или заново прокрасить тушью. И в другое время я бы, конечно, не отказался проверить эти безумные варианты. Но сейчас это кажется кощунством. Поэтому я просто купил картридж для другого принтера с такой же шириной ленты. Кстати, оказалось, что лента 8 мм довольно редкая. Среди дешевых картриджей на Озоне такая оказалась только у одного. Для принтера Epson LQ100. Гораздо чаще встречаются картриджи на 13 мм. Но резать вдоль несколько метров ленты мне показалось довольно неудобным. Оставим это развлечение на следующий раз, когда будем восстанавливать термопринтер для MSX. Там просто не будет другого выбора, потому что термотрансферная лента нужной ширины не производится уже десятки лет. Картридж скрывается просто. У него даже защелок нет. Ни у старого, ни у нового. Все держится чисто на трении. Надо просто разделить две половинки. Переставлять ленту очень просто. Главное запомнить, как были расположены шестерни и прочие элементы конструкции, чтобы потом собрать все правильно. Ну и лучше использовать перчатки. Новая лента довольно активно пачкается. Я надеялся, что можно будет переставить всю ленту охапкой, но она все равно рассыпалась. Нет, 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 лента, нет. Но оказалось, что утрамбовывать ее в картридж руками совсем не сложно и недолго. Продолжение следует... Все готово, проверяем. Вторая проблема это то, что принтер иногда переходит в режим мигания светодиодом Power. Причем выходит из него непредсказуемо. Иногда достаточно просто провести над принтером рукой. В инструкции написано, что такое мигание означает отсутствие бумаги. А раз бумага вставлена, значит проблемы с ее датчиком. Датчик это вот такой рычажок, возможно он просто закис за много лет. Я подрыгал его туда-обратно до конца раз 20 и помогло, теперь бумага детектится четко. Итак, все готово к проверке. Берем наш верный компьютер Quorum 128, создатели которого не просто предусмотрели возможность подключать принтер, а даже установили разъем DB25 для параллельного порта, такой же как на PC. Поэтому все подключение сводится к втыканию принтера в компьютер. Но правда так удобно, только у Quorum 128. У Quorum BK04 этот разъем придется впаять самостоятельно. Ну а Quorum 64 вообще использует краевой разъем под слот и придется делать переходник. Из Basic нам доступны три команды для работы с принтером. Это Lprint, выводящая на принтер какую-нибудь строку. L-List, печатающая листинг текущей Basic программы. И Copy, отправляющая на печать экран целиком. Spectrum из Basic печатает исключительно в графическом режиме. Именно поэтому нет никаких проблем с кодировкой, а шрифт выглядит точно так же, как на экране. При печати команды Lprint компьютер шлет две последовательности. Обе начинаются с символа Escape, 16-ричная 1B. За ним идет второй символ, это название команды. Обычно это просто буква или цифра. И первая из последовательностей, которые шлет нам Quorum, это последовательность A, установка межстрочного интервала. Вторая команда, это команда K, печать в графическом режиме, с обычной плотностью точек. Аргументом этой команды является массив байт, каждый из которых описывает столбец из 8 точек, которые отпечатывает головка. У принтера есть встроенный режим 16-ричного дампа, когда он будет выводить на печать не пришедший символ, а его код, включая всеуправляющие последовательности. Этот режим активируется при включении с двумя нажатыми кнопками. Вот что получается, тут у нас видны и команда A, 1B, 41, и команда K, 1B, 4B. Правда, печатается во всю доступную ширину, поэтому на A4 такая распечатка не влазит. Вообще удивительно, но эти последовательности описаны прямо в документации к принтеру. Еще более удивительно то, что в этой документации есть несколько программ на BASIC, которые что-то печатают в разных режимах. Вот же хорошие были времена. Современный покупатель явно пришел бы в ужас, если бы ему в мануале на технику начали приводить какие-то хекс-дампы и программы. Помимо BASIC, Quorum дает нам возможность напечатать копию экрана в любой момент. Дело в том, что в этом компьютере реализован обработчик немаскируемого прерывания, а кнопка его генерации, NMI, ну или NMI, расположена прямо на клавиатуре. По принципу работы, это что-то типа всем известного теневого монитора, который есть в компьютере Scorpion. По NMI мы попадаем в меню, расположенное где-то в дополнительных страницах ПЗУ, в котором есть в том числе и возможность напечатать текущий экран. Но такое меню есть только у Quorum 128. Что же было делать владельцам более простых и ранних Quorum-ов? У них тоже был выход – купить оригинальный дисковод. В отличие от полубесполезной дисковой системы TR-DOS, использовавшейся в большинстве российских клонов, Quorum позволял работать в нормальном взрослом CPM. А помимо этого, его контроллер включал возможность обработки немаскируемого прерывания на 64-кб моделях Quorum-а. Я не оговорился на 64-кб, а не 48-кб, потому что у Quorum-а есть возможность отключить ПЗУ и использовать нижние 16-кб оперативки, как захочется. Но эта возможность появляется только при использовании контроллера от дисковода, потому что вся требуемая схемотехника расположена именно в нем. Помимо дисковода, нужно было купить официальную дискету под названием Screen. Вообще, возможности этой оболочки достойны отдельного видео. Сейчас же нас интересует только пункт Print. Грузим интересующую нас игру или программу, изображение с которой хотим распечатать. Жмем NMI и попадаем в меню Screen. Теперь просто выводим на печать картинку и радуемся. Ну раз уж мы купили дисковод, грешно не опробовать в деле операционную систему CPM и ее возможности печати. Грузим системную дискету с оболочкой NC, открываем текстовый файл с кириллицей, жмем F4 и... Эй, стоп! Что это? Почему вместо текста печатается какой-то мусор? Неужели мы сломали принтер? Давайте попробуем распечатать таблицу символов. В инструкции к принтеру написано, что он Epson совместимый, а тут лежит файлик Epson.tab. Если его распечатать, наверняка результат будет один в один с тем, что мы видим на экране. Но нет, тут тоже что-то пошло не так. Ну то есть видно, что вообще-то вся кириллица в знакогенераторе принтера есть, но буквы хаотично разбросаны по таблице. В этот момент я не выдержал и пошел гуглить доступные настройки. На плате принтера есть два набора дип-переключателей, и про некоторые из них в интернете написано, что они переключают кодовую таблицу и знакогенератор. Изначально они стояли в положении, соответствующем досовской кодировке SCP-866. Там есть парочка других кодировок, но с ними результат оказался не лучше. Ну все, мы точно сломали принтер. Остается вытащить из него ПЗУ и проверить программатором. Вдруг там какие-нибудь данные испарились от старости. Вообще у нее заклеено окошко стирания, и через бумажку, говорят, данные испариться не могут. Но других-то вариантов нет, ну инструкцию же читать в самом деле. Хотя спустя пару часов я все-таки почитал инструкцию. Но только не к принтеру. Ну серьезно, вряд ли же что-то с принтером случилось. А к урумской CPM. И черт побери, да! Оказалось, что по умолчанию драйвер настроен на знакогенератор ПЗСУ-1. Я даже не представляю, что это такое, оно даже не гуглится. Смею предположить, что это расшифровывается как печатающий знако-символьное устройство. Наверное, какой-то компонент какой-то советской ЭВМ. А чтобы переключить драйвер в режим Epson совместимого принтера, нужно дать команду mode L1. Ура, победа! Теплая ламповая распечаточка с теплым ламповым адресом Радищева, 55 в Екатеринбурге, где фирма Quorum и располагалась. Знаете, такая классная тема эти матричные принтеры. Быстро печатают, приятно скрипят, и качество дают не такое и плохое. Да и к компьютеру цепляются очень легко. Еще мне прям захотелось найти какую-нибудь рулонную бумагу, чтобы не возиться с отдельными листочками. Печать на рулонах это вообще забытое развлечение. Сейчас ни один лазерник, ни один струйник такое не умеет. Ну и надо напечатать что-нибудь полезное. Осталось придумать, что именно. Если есть идеи, пишите в комментариях. А пока до встречи. Надеюсь, что в этот раз не через полтора года, как сейчас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok